Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, Владимир. Прежде всего, я прочитаю ваш текст. Прошу вас не помочь, поругались с женой, она всегда умеет так все преподнести, что я оказываюсь в безвыходном положении. Либо я просто слишком глуп, ругаемся из-за отношений с моей матерью. В итоге получается, что мне нужно либо мириться с мамой, а с женой, но обижать матерью. Либо наоборот. Мне это сердце разрывает. В очередной раз поругались из-за запретов детям сладкого. Я им разрешал съесть по витаминке и конфетке по дороге домой из садика. Мы заходим на работу к моему отцу по пути. Это для меня возможность видеть отца. Как и женился, мы с родителями, конечно же, отдалились сильно. Больше времени видимся с родителями жены. Так уж вышло. Дети предлагают сладости, о которых я говорил. Но дома после ужина тоже без вкусняшек не обходятся. Но я считал, что не так уж много даем. Жена сказала много. Ну и я и сказал видимо зря на работе отца, что мама наша ругается, что много сладкого даем. Что бы не давал. Моя мать стала часто говорить с внуком, разрешила ли вам мама конфеты или что-нибудь еще. И бывает, что жена слышит это и сильно ее это задевает. Но я думаю, она это просто с небольшой иронией говорит. Возможно, это показывает мою неспособность решать вопросы в семье. Я не знаю, запутался. Не хочу никого обещать. Держу всегда нейтралитет. Вот и попал под раздачу. Да, мама моя тоже с характером. Но я на такое бы не обиделся и на многие ее шутки другие. Она меня так воспитала. Жена шуток вообще не понимает и принимает все близко к сердцу. Если я это скажу матери, она может обидеться. Я не хочу, чтобы легче общалась с моей женой. А то жена выносит... Я не скажу, чтобы легче общалась с моей женой. То жена выносит мне этот мозг мне не очень понял, о чем я здесь. У меня ощущение, что я запах и воздуха все меньше. Владимир, вы просите помочь, но честно говоря, не совсем понятно, в чем именно вам нужна помощь. Какой помощи точнее вы хотите? Просто вы определитесь в какой именно помощи, в чем помощи вы хотите. И мы вам конечно помоем. Но пока что я бы сказал, что ситуация довольно неопределённая. У вас есть супруга, у которой своя позиция и свой взгляд на воспитание детей, что нормально. У вас есть мама, у которой свой взгляд на воспитание детей, что тоже нормально. Тонкость, на мой взгляд, здесь, пожалуй, лишь в том, что в отличии от своей жены и вашей жене, вашей мамы, вы не так уверены в себе. А вы отличаетесь от них тем, что стараетесь найти компромисс, всем угодить. Это, конечно, неплохо. Но держать нейтралитет в семье, это не самое лучшее решение. Потому что семья и близкие люди, вот эти люди, на которых вам не все равно. И мне кажется, что поскольку вы женились на женщине, вот, и, соответственно, воспитываете детей, что вы как-то выбирали для себя женщину. Ну, не в смысле буквально выбирали, а в смысле, что она вам, видимо, как-то понравилась, она вам, видимо, как-то импонировала и импонирует чем-то, да, какие-то ее ценности, в том числе непонимания шуток, ну, как-то вот вам импонирует, да. Вот, то есть вы делали выбор. И сейчас так получается, как будто бы, что вы от своего выбора, такое ощущение, что отказываетесь. По крайней мере, так это выглядит. Я не знаю, так ли это на самом деле или нет, но по вашему описанию так получается, да. Смотрите, поругались женой, то есть все вы. Понимаете, как? Да, чисто формально, чисто формально, это правда, что вы поругались женой, чисто формально. Но ведь вы тоже внесли вклад в конфликт со своей женой, я имею в виду. Вы тоже участвовали в конфликте со своей женой, и мне кажется, мне кажется, для вас очень важно понимать, что это за склад. Какой у вас именно вклад в конфликт с женой, ну, вот, вашей женой. Понимаете? Потому что то, что вы описываете, то как вы это описываете, я бы сказал, что вы не очень хорошо осознаете, какой вклад вы вносите в конфликт со своей женой. А это очень важный момент, потому что непонимание вклада, непонимание того, какой вклад вы вносите в конфликт со своей женой. Непонимание этого, на мой взгляд, приводит только лишь к тому, что вы недовольны, недовольна ваша жена. Да? Вот. Недовольна ваша мама. Вот. И в целом, в общем-то, как мне кажется, недовольны вообще все. И, к сожалению, подобная история вполне нормальна, потому что вы не отдаете себе отчет в том, что же, собственно, происходит. Да? Поэтому, когда мы говорим о том, что вы поругались, вы, извините, вносите какой-то вклад в конфликт. Ваша задача увидеть, какой это вклад в конфликт. Дальше. Она всегда умеет так преподноситься и оказывается без выходного положения. Здесь и дальше. Я бы сказал, что довольно сильно бросается в глаза тот факт, что вы как будто бы на многие, на многие вещи, на многие ситуации не, ну, как бы так сказать, как будто бы на многие вещи и на многие ситуации вы не переносите своих интересов. Своей позиции, можно так сказать, как будто бы. То есть, как будто бы вы игнорируете свою позицию, как будто вы игнорируете свои интересы. Я понимаю, что нет. Я понимаю, что, возможно, вам кажется, что вы этого не делаете, но выглядит, к сожалению, это так, как будто бы именно это вы делаете. И вот это, на мой взгляд, и является основной трудностью, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Потому что по моим ощущениям вы пропускаете многие вещи, где вам нужно было бы просто проявить даже не столько себя, может быть. То есть, не нужно там, условно говоря, геройствовать, да, и так далее, нет. Спросов вполне достаточно было бы, если бы вы, ну вот, скажем так, если бы вы говорили о том, что вам важно. А по моим ощущениям вы этого не делаете. И возникает проблема отсюда. Вот. Вы хотите одного, ваша жена хочет другого. И, скорее всего, у нее есть, ну вот, в какой-то степени определенная тревога относительно того, что если вам на самом деле что-то не сделает, то не сделаете вы. То есть, вам не нужно в прямом смысле решать вопросы, о которых вы говорите. Вам просто желательно больше проявлять себя. Больше проявлять свои позиции. Понимаете, да? Дальше. Дальше. Дальше идем. Так. Либо я просто слишком глуп. Это вот у вас наценка. Ругаемся из-за отношений с нами на натуре. Ну, снова повторю то, что я уже сказал. То, что вы здесь игнорируете, как мне кажется, свой вклад в... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не очень хорошая и не очень полезная позиция. Для вас не очень хорошая и полезная позиция. Для ваших детей не очень хорошая и полезная позиция. Для вашей жены не очень хорошая и полезная позиция. Потому что поменьшает вас и ее подвечное состояние, к сожалению. Понимаете, я надеюсь, да? о чем идет речь. Дальше идем. В итоге, получается, нужно либо мерить тяжело, либо нот. Здесь ситуация до кого же, то вы находитесь в треугольнике Гартмана. Вы изучите, пожалуйста, его, я имею ввиду, треугольник Гартмана, изучите, пожалуйста, его, чтобы несколько лучше понимать, о чем идет речь здесь. Вот. И, чтобы лучше разбираться в том, в какой ситуации вы оказались. Это треугольник Гартмана. Есть ваша мама, есть жена, которые попеременно являются то жертвами, вот, что вам? Вашими преследователями, вот. А вы среди них, получается, самая такая главная жертва, к сожалению. Вот. Понимаете, да? А чем идет речь? Дальше. Дальше. А, меня это сердце разрывает. Как? Давайте попробуем, попробуем подумать. Как вам это разрывает сердце? Не в том смысле, чтобы это обесценить, а как вы себя чувствуете? Ну вот. При таком подходе. Как вы себя чувствуете? Как вы себя ощущаете? Вот. Мне кажется, это достаточно важный аспект, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. Да? Вот. Потому что, ну, на вас это влияет достаточно сильно, достаточно сильно, вот. Но пока что вы не очень понимаете, как. Дальше. Дальше. В очередной раз поругались из-за запретов детям флажкова. Какой вклад непосредственно вы вкладываете в то, что вы поругались? Вот. Именно ваш вклад. Какой? Вот. Я бы сказал, что больше всего меня интересует именно это. Я им разрешал съесть по витаминке и конфетке по дороге до моего садика. Находим на работу с моим отцом. Это для меня возможность выйти за отца. Да? Здесь у меня есть ощущение такое, что вы как будто бы не до конца от родителей отбивились. Здесь у меня такое ощущение здесь, что вы несколько привязаны к родителям. Своим отцом. Вот. И если ваша, например, жена это чувствует, то она может реагировать на это, ну, я бы сказал, достаточно негативно. Вот. Поэтому крайне важно, чтобы вы на это тоже обратили внимание. Вы нуждаетесь в родителях, получается, до сих пор. Или как, или нет. Или да. Да. Дальше. Так. Дети предлагают там, где-то предлагают сладко. А. Больше времени мы видим с родителями жены. Ты что? Так вышло. Ну, опять же, момент. Да. Что значит, так вышло? То есть, как бы, когда вы говорите, что так вышло, я не очень понимаю, о чём идёт речь. Вот. Когда вы говорите, что так вышло, я понимаю, это так. Я понимаю это так. Что вы пропустили что-то, связанное с собой. Да? Что-то подавили. Так уж вышло. Так не выходит. По крайней мере, просто так. Дальше. Значит, дома после ужина тоже без вкусняшек не обходится. Я считал, что она не так много. Её облина сказала много. Но я ей сказал на работе, у АССДВИ, ну, мама ругается, когда много там сладко. Я бы больше здесь посмотрел на ваши чувства. Вот. Вот. В этом аспекте, да, я бы больше посмотрел именно на ваши чувства. На то, что вы чувствуете непосредственно в этом контексте. Потому что у меня есть ощущение, что вы себя сдерживаете. Опять же. Дальше. Чтобы не давали, ну и мама стала часто спрашивать, стала часто спрашивать, у внуков разрешала ли мама конфеты сладко или, значит, конфеты. Вот. Вы говорите о том, что бывает, что жена слышит, это её сильно задевает. Как? Че? Чем? Я думаю, она это просто не во всей иронии говорит. Кто? Жена или мама? Если мама, почему бы тогда жена обижается? Да? Не обижалась бы, если бы все равно не было. Возможно, это показывает мою неспособность решать вопросы в семье. Какие-какие? Не хочу никого обижать, а придётся, потому что это ваши интересы. Только не вы обижаете, а другой человек обижается. Если у вас проблемы с ответственностью, соответственно, нужно поработать с личными границами. Держи всегда нервничать, вот попал под раздачу. Да, мама, я тоже с характером, но я на такое бы не обиделся и на многие щутки другие. А почему вы это и почему вы говорите про себя? Она меня так воспитала. Как? Жена ещё так вообще не понимает и воспринимает всё близко к сердцу. Хорошо, но это ваш выбор. Женщина, я могу. Если я это скажу матери, она может обидеться. Что именно? На что? Разве это не её ответственность? Что для вас это будет означать, если она обидится? А не сходить, чтобы легче общалась с моей женой, то жена вынести мозг в неё. Вам нужно поработать с верностью к себе и личными границами. Мне кажется, что ваша жена не чувствует себя защищённой с вами. У меня ощущение, что я заперся, в воздухе всё не сюда, потому что вы себя постоянно сдерживаете. На этом всё, Владимир. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!